Чтобы отправиться служить войска, в которые хочется, призывнику нужно будет получить соответствующую подготовку по военно-учетной специальности в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту или других общественно-государственных организациях, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием. У нас другие государственные организации, это военно-патриотические клубы, которые проводят определенную подготовку по той или иной специальности, конкретно клуб мужества, те, которые готовят по профилю десанта. На заседании призывной комиссии молодые люди должны будут предъявить документы о пройденной подготовке и участии в соревнованиях по военно-прикладной направленности. Внесенные в закон изменения натолкнули Игоря Попикова на идею объединения городских клубов военно-патриотической направленности на базе военного комиссариата. Я собрал руководителей военно-патриотических клубов и решили здесь организовать центр, чтобы военный комиссариат был центром военно-патриотического воспитания всего города. Объединяли мы все вот эти клубы. По мнению военкома, после переезда на улицу Сосина территория около военного комиссариата позволит создать для ребят даже полосу препятствий для занятий и соревнований и, возможно, сцену для выступлений творческих коллективов. Давайте готовить молодежь здесь, чтобы в армию уже ребенок, как говорят народни, не забирали, а призывает армию. Воплотиться ли задуманной идеей в жизни, появится ли в нашем городе место для отработки нормативов по военно-прикладным дисциплинам, зависит от многих факторов, в том числе и от работы чиновников. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова